В этой передаче вы узнаете, как уберечь себя от голодной смерти в осеннем лесу. Познакомитесь с ядовитыми и очень ядовитыми грибами. Попробуйте на вкус лесной шашлычок. Узнаете о новых свойствах давно знакомых ягод. Вместе со следопытом Глебом Данильцевым найдете самое ядовитое растение Московской области и узнаете, что его не надо уничтожать. Поймете, в чем главное отличие жимлости лесной от садовой и дальневосточной. Обнаружите, что красивое растение ландыш обладает страшными свойствами. А также своими глазами увидите, как следопыт найдет в осеннем лесу заменитель шоколада. Довольно знакомая ситуация. Человек собрался в лес, а продуктов с собой до обстаточного количества не взял. Есть хочется, до дома еще далеко, а есть нечего. Чем же можно себя накормить в осеннем лесу? Осенью природа засыпает. Растения прекращают свой рост. Орехи, большая часть ягод, уже опали. Или съедены, или запасены назимным белками. Сойками, мышами и другими животными. Но все-таки что-то съедобное в лесу найти можно. Очень многие утоляют свой голод в лесу, когда они потерялись или что-то с ними произошло. В общем, еды нет, а есть хочется. Просто ягоды. Большинство ягод в лесу красные, но их можно перепутать съедобные с несъедобными. Вот замечательная красная ягода, да? Ландыш майский. Ландыш майский. Конвалария майявис. Широко распространен в умеренной зоне северного полушария. Цветонос безлистный до 30 сантиметров высотой. Все части растения ядовиты. При выращивании и размножении следует соблюдать осторожность. Яд содержится даже в вазе с водой. Красненькая такая, красивенькая, но ядовитая. Настойку ландыша делают в очень малых дозах, принимают как средство для сердечной деятельности. Но если съесть даже одну такую ягоду целиком, то в общем можно отправиться к праотцам, вместо того, чтобы получить какое-то удовольствие. Жимолость лесная. Жимолость обыкновенная или лесная. Ланисера ксилостеум. Невысокий кустарник высотой до 3 метров. С серой отслаивающейся корой. Ветви супротивные, дугообразные, изогнутые. Плод – красные, попарно сросшиеся основаниями ягоды. Созревают в августе. Очень распространенный наш кустарник характеризуется супротивным листерасположением и супротивным жеветвлением. У него очень характерны сдвоенные красные ягоды. И многие, думая о том, что жимолость огородная, жимолость дальневосточная, жимолость алтайская, съедобная, полагают, что и жимолость лесную тоже можно есть. Сильного отравления, конечно, у вас не будет, но расстройство желудка вам фактически гарантировано, если вы ее используете. Значит, с чем ее еще могут неожиданно спутать? Это с калиной и с рябиной обыкновенной. Но у жимолости именно сдвоенные ягоды, а у калины они организованы в грозди. И, в общем, у калины совершенно другое ветвление. Калина обыкновенная, вибирнум ополюс. Гладкий кустарник с угловатыми зубчатыми листьями на звездчатых черешках. Древесина тверда и идет иногда на мелкие токарные и резные изделия. Растет по всей России, по опушкам лесов и на открытых местах. Так же, как и жимолость, у калины красные ягоды. Но, в отличие от жимолости, у калины ягоды крупного размера и собраны в кисточку. И они никогда не сдваиваются, все ягоды отдельные. И, в отличие от жимолости, калину можно употреблять в пищу. Она содержит много витамина С и других полезных веществ. Важно, единственное, помнить о том, что ее нельзя слишком много есть. И желательно, перед тем, как употреблять ее в пищу, ее термически обработать. Потому что в чистом виде калийновый сок очень сильно понижает давление. Иначе, если у вас нормальное давление, у вас может появиться сильная слабость. Ну, вот это вот волчья лыка. Волчья лыка. Дафна мизериум. Мелкий кустарник, маловетвистый, с желтоватой серой и слегка морщинистой корой и прямыми стеблями. Цветки розовато-сиреневые или темно-розовые. По форме очень похожи на цветки сирени. Те же четыре лепестка с нежным ароматом. Но долго вдыхать этот запах нежелательно, так как он может вызвать головную боль. Очень ядовитое растение. Это одно из самых ядовитых растений Московской области. У него, как и у многих растений, красные ягоды. Но, к счастью, они очень специфично расположены растениями. Ягоды у этого растения растут только на стебле. Без всяких плодоножек там и так далее. Этих вещей там нет. Прямо, ровно на стебле. Вот здесь вот видно почки, из которых весной образуются цветы. Они довольно крупные почки. Очень красивые, надо сказать, цветы. И вот видно, что почки прямо вот прилеплены к стволику. Очень характерно еще то, что все листья у растения, все разного размера. И все растут немножко в разные стороны. Тут нет супротивного листа расположения, очередного листа расположения. Вот оно вот здесь вот такое, как бы, сложной розеточкой. Надо его очень хорошо знать. У него ядовиты все части растения. У него ядовиты листья, ядовиты стебли и ядовиты плоды. При этом растение действительно очень красивое. Поэтому мне всегда жаль, когда люди просто из чувства ненависти, как бы, ко всему, что их может отравить, его уничтожают. Вот я хотел бы обратить внимание, то, что некоторые ягоды могут как бы прятаться. Вот здесь вот у нас растет брусника, у которой встречаются мелкие красные ягоды. Ну, иногда и нормальные ягоды встречаются. И встречается майник двулистный, у которого ягоды всегда мелкие и красные. Майник двулистный. Майонтеум бифолиум. Маленькое многолетнее травянистое растение. Цветки белые и желтоватые. В поздней осени у майника созревают красивые плоды. Маленькие ягодки, напоминающие сильно уменьшенные ягоды клюквы или брусники. Ну, брусник очень полезная ягода, очень вкусная. А майник двулистный – очень опасное растение, которое, в общем, может привести к сердечному приступу. Перепутать их очень просто. Надо очень внимательными быть и смотреть, как это все, что вы собираетесь есть, собственно говоря. Ну, вот, наконец-то нам удалось найти и съедобную ягоду. Вот тут немножко брусничек. Брусника обыкновенная. Вечно зеленый кустарничек с ползучим корневищем и прямо стоячим тонким ветвистым стеблем. Плод – шаровидные при созревании красные сочные ягоды, имеющие освежающий и приятный кисло-сладкий вкус. Бруснику употребляют в любом виде. Если посмотреть, они действительно чем-то похожи на майник. Вот, но, как сказал один мой знакомый, кто ищет, тот всегда найдет, особенно если есть сильно хочется. Самым распространенным в общем понимании продуктом питания, если у вас неожиданно осенью сказались в лесу и у вас нет еды, являются грибы. Причем есть можно на самом деле очень много грибов, включая трутовики, если они мягкие, конечно. Главное, не есть ядовитых грибов, тех грибов, которых вы точно не знаете. Бледная поганка. Аммонита фалоидес. Кожица шляпки с шелковистым блеском. В сырую погоду слизистая, легко снимается. Больше всего бледная поганка напоминает разновидности зеленых сыроежек, а также шампиньоны. Гриб смертельно ядовит. Это самый опасный гриб во всей Центральной Европе. Даже крошки его плодового тела опасны для жизни. Мухомор красный. Аммонита мускария. Шляпка ярко-красного цвета. По мере роста переходит в желтовато-красный цвет с белыми пятнами. Мухомор очень ядовитый гриб. Красный мухомор не так опасен, потому что легко отличается от всех съедобных грибов. Это смертельно опасно, малоизвестное и трудно отличимое от съедобных грибов мухомор пантерный и мухомор порфировый. Их можно спутать с шампиньонами и сыроежками. Важно учитывать, что все грибы, даже благородные, съедобные, могут активно накапливать в себе ядовитые вещества из окружающей среды. Поэтому ни в коем случае нельзя собирать грибы в городе. А в случае с большими городами, такими как Нижний Новгород и тем более Москва, ближе трех километров от города. Ну и конечно, ни в коем случае нельзя собирать грибы ближе 500 метров от автомобильных трасс. Увеличить содержание ядовитых веществ в обычных грибах может также влажная теплая погода, резко сменившая сухой жаркий период. Потому что в сухой период ядовитые вещества могут накапливаться в почве. А когда пройдут осадки, грибы быстро их впитают в свои ткани. Вот нам попался достаточно знакомый всем гриб. Это подберезовик, который совершенно спокойно можно есть. В принципе, благородные грибы лучше можно есть сырыми. Но вот в данном случае, потому что видно, что гриб поеден немножко мышами, имеет смысл обязательно его обработать на огне, потому что мыши являются разносчиками очень многих опасных заболеваний. Вот еще один благородный гриб. Так называемый польский, или еще их называют польский белый. Польский гриб – ксерокомус бодюс. Шляпка диаметром от 5 до 12 сантиметров. Мясистая, в молодости полушаровидная. Позже распростертая, коричневая. Ножка от коричневатой до желто-коричневой. Светлее шляпки, без сетчатого узора. Мясистая. Мякоть сочная, беловатая, на разрезе синеющая. С приятным запахом и вкусом. Он тоже может успешно использоваться в еду, в том числе и сырым. Но вот этот гриб мыши не ели, его можно есть прямо так. Также сырыми можно есть сыроежки из простых пластинчатых грибов и шампиньоны. Это классика совершенно считается. Лисичка обыкновенная. Гриб, который можно спокойно использовать в пищу. И который растет не только летом, но и осенью, иногда даже в теплые зимы его можно встретить зимой. Лисичка настоящая. Кантореллюс сибариус. Гриб яично-желтый или светло-желтый в цветающей окраске, высотой до 12 сантиметров. Шляпка мясистая диаметром до 10 сантиметров. Плотная. У молодых грибов выпуклая, часто плоская, с завернутым краем. У взрослых грибов шляпка воронковидная, с солнистолопастным краем. Бытует мнение, что грибы надо обязательно срезать, но это ошибка. Почему же ошибка срезать грибы? Да все очень просто. Мотивирует срезание грибов тем, что это менее губительно для грибницы. На самом деле все наоборот. Вот тот пенечек, который остается, если гриб срезать, на него садятся инфекции различные. И грибница поражается этими инфекциями. А если гриб выдергивать, сама по себе грибница фактически не страдает. Гриб – это только плодовое тело. Это не грибница. Обычно люди считают, что грибы можно собирать только в теплое время года. Это не совсем так. Многие съедобные грибы, как говорят, уходят в зиму. И зимой их можно найти. Особенно это относится к вешенкам. Также зимой можно использовать молодые мягкие трутовики. После того, как они оттают, их вполне можно отварить и съесть. А вот с весенними грибами надо быть крайне осторожными. В весенними у нас появляются представители семейства сморчковых. Все его представители содержат в себе яд, который, однако, легко растворяется в кипятке. Поэтому именно эти грибы следует один-два раза довести до кипения и отвар слить. После чего их можно использовать в пищу, как обычную. Грибы – это, конечно, хорошо. И в них действительно очень много нужных для человека полезных аминокислот. Но организм человеческий не может отварить из внутри клеточного пространства гриба. Потому что клеточная стенка гриба покрыта хитином. И, ну, состоит из хитина, правильно мне сказать. А у человека нет очень важного фермента для того, чтобы перерабатывать этот самый хитин – хитиназы. Поэтому лучше найти какую-то животную пищу в лесу. Что может быть животной пищей? Самое простое – это личинки крупных жуков. Ну, например, усачей или древоточцев, или златок. В общем, действительно, реально крупных жуков. Которые проще всего в лесу найти на различных мёртвых, поваленных, можно и не поваленных деревьях. Они находятся под корой. Усачи, керамбицида – семейство насекомых отряда жуков. Делятся на два подсемейства – длинноусых и короткоусых. Живут личинки в древесине, которые и питаются. Иногда в стеблях тренистых растений. Реже – в почве, где питаются корнями. Вот сейчас мы с вами, потратив какое-то время, насобираем их. О, я вижу его! Отлично! Иди сюда! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Для того, чтобы заготовить вот столько личинок, ну тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, порядка десяти крупных, остальные мелкие, ушло примерно полчаса. Если бы дерево было более заражённым, ушло бы меньше времени. Если бы менее заражённым, ушло бы больше времени. Личинки крупных жуков – очень высококалорийная пища. Они намного более калорийны, чем шоколад. Поэтому для того, чтобы накормить человека, взрослого, дать ему запас энергии, их нужно не так много. Ну и теперь надо приготовить то, что мы собрали. Грибы какие-то, наши личинки. Для этого их надо термически обработать. Не обязательно иметь миску. Достаточно иметь просто плоский лист металла любого, который вы можете где-нибудь найти по дороге. Грибы вообще можно просто на палочки нанизать и поджарить просто на огне или на углях. Ну, разведём небольшой костёр. Конечно, лучше всегда иметь с собой запас всего и посуды, и спичек, и еды в том числе. Но вот всякое иногда бывает. Собрались идти на два часа, а получилось 22 часа. На самом деле, в каждый сезон, конечно, в лесу съедобны самые разные вещи. Например, ну, лучше всего с какой-то такой дикой едой летом, в конце лета особенно хорошо, но с середины начиная. Хуже всего зимой, ранней весной. Но если какую-то смекалку применить, ну, вот те же личинки, например, они доступны для питания круглый год. Не имеет смысла тратить силы свои на то, чтобы пытаться добыть какое-то дикое животное, пусть даже небольшое, там, крысу или там, мышь дикую. Если вы этого не умеете делать, в принципе, они, конечно, все съедобны, там, те же белки, например. Но если вы этого не умеете, их не умеете ловить, и у вас нет для этого специальных каких-то приспособлений, то вы потратите больше сил на то, чтобы её поймать и приготовить, чем на то, чтобы потом, чем получите потом в результате продукта питания. Всё должно быть достаточно рентабельно. Вот, искать личинок и потом их готовить, это рентабельно с точки зрения получения энергии. Конечно, для того, чтобы нанизать грибы, нужно заранее приготовить палочку. Перед тем, как их нанизывать, их лучше почистить. Слизняки всякие попадаются. Земля, опять же, совершенно никому не нужна. Земля несъедобна. Она съедобна, только калорий в ней ноль. Здесь там нечего абсолютно. Вот, грибы удобнее нанизывать вдоль. Тогда они будут быстрее прожариваться. Но если это, конечно, не очень большой гриб, и лучше держаться. Вот так вот как-то у меня получилось. Нанизать один. Ну, вот здесь вот уже шляпка довольно большая. Здесь, видимо, её придётся порезать. И можно попробовать нанизать, наоборот, поперёк. Вот мы берём ножку, чистим. Нанизываем поперёк. Так. Я думаю, мы порежем шляпку пополам. И каждую из половинок тоже поперёк нанижим. Вот теперь у нас здесь вот будет... Сейчас я оттащу немножко в другую сторону. Здесь вот будет готовиться такой грибной шашлык. Как раз над угольками. Вот. Конечно, лучше было бы личинок жарить на каком-нибудь масле. Но поскольку у вас ситуация такая, что масла у вас никакого нет, то их можно просто обжаривать на чистом металле. Ну, в данном случае эмулированном. Просто ставится это всё аккуратненько на огонь. Значит, личинки готовятся довольно быстро. Первыми готовятся, естественно, мелкие личинки. Вот. Тут вот некоторые мелкие уже готовы. Чем крупнее личинка, тем дольше она готовится. Ну, вот они уже все готовы. Некоторые даже переготовы. Вот. После этого вот их можно совершенно спокойно есть. Вполне себе. Вкусная еда. Если бы её ещё подсолить и жарить всё-таки действительно на масло. Очень вкусно. Вот 10 вот таких личинок, особенно если их хорошенько прожевать, достаточно человеку взрослому на день. Разжёвать их надо для того, чтобы те белки, которые уже свернулись и сильно денутрировались, и которые, скорее всего, находятся вдоль шкурки, чтобы они легко потом были высвоены. Вообще любую пищу надо бы хорошенько разжёвать. Ну, а грибы? Что грибы? Грибы как грибы. И посолить ещё было бы совсем замечательно. Ну, а я пожелаю зрителям нашего канала, чтобы они как можно реже попадали в ситуации, когда им придётся есть незнакомую и непривычную пищу. Продолжение следует...